Пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин, причем карантин во многих странах мира, конечно же вызвали многие процессы, в том числе не только процессы бизнесовые, экономические, социальные, но и процессы переосмысления того, что нас окружает, собственно. То есть процессы осмысления обществом, случившегося и того, как государства реагировали на случившееся. И в самый разгар карантинных мер в России Алексей Мамонтов, несколько необычный человек, потому что он одновременно является президентом Московской валютной ассоциации и актером театра на Юго-Западе, написал материал по итогам своей поездки по 15 регионам России, причем проехал он по ним именно в разгар вот этого карантинного угара. Его статья «Я не был в карантине» вызвала очень бурную, оживленную дискуссию на ресурсах нашего проекта «Финверсия». Прочитало ее более 200 тысяч человек, реакция однозначно неоднозначная, назовем ее так. Но мы полагаем, что нам еще предстоит вырабатывать в себе отношение к происходящему и запасаться своего рода моделями реакции на случаи, если вдруг повторится что-то снова. Неважно, будь то повторится вирусная пандемия или повторится реакция на эту вирусную пандемию со стороны властей, которая так или иначе врывается в наше личное пространство, ломает уклад нашей жизни, нашей работы, нашего бизнеса, нашей личной экономики и так далее. В своем материале Алексей Мамонтов сделал несколько выводов и хотелось бы коротко сказать о них. Первое. Никакого формального или фактического ограничения на передвижение нигде в момент карантина не было. И все происходящее напоминало какую-то игру, типа давайте сделаем вид, как будто мы ввели карантин и самоизоляцию, а вы как будто бы их соблюдаете. Второе. Внутри городов население, хотя и в разной степени, но в основном как будто соблюдает режим самоизоляции. Но это никак не зависит от эпидемической обстановки, просто людям некуда идти. Третье. В разных регионах с самого начала была и затем развивалась совершенно разная эпидемическая ситуация, и в некоторых число зараженных составляло всего лишь одну сотую процента от населения. И при этом карантинные меры были введены. То есть Мамонтов считает, что была неадекватность эпидемической опасности и реакцию на нее, что обернется немалыми проблемами в виде растущего социально-политического напряжения в обществе. Четвертое. Многое в регионах зависело не от той или иной картины заражения, а от того, насколько самостоятельны и адекватны их власти. И многие действовали с таким рвением, опережением, что закручивая гайки, сворачивали резьбу. Пятое. Эпидемия выявила то, что и должна была выявить, а именно тяжелейшую ситуацию в здравоохранении в целом и прежде всего в регионах, и особенно с его так называемым реформированием. Шестое. Остановка экономической деятельности в регионах, где она во многом опиралась на малый и средний бизнес, нанесла тяжелейший, а в некоторых случаях непоправимый ущерб. Седьмое. Остановка нормального ритма жизни и экономической деятельности, прекращение работы в сфере услуг, досуга, торговли, оказали в регионах серьезнейшее влияние на эмоционально-психологическое состояние людей. Восьмое. Действия властей, предпринимаемые по поэтапному выходу из так называемых карантина и самоизоляции, заставляют прийти к выводу, что многие признали свои ошибки, и подобные меры зачастую могут быть гораздо хуже любой эпидемии. И девятое. Вся ситуация с предпринимаемыми противовирусными мерами реально расколола российское общество. Чуть позже Алексей Мамонтов выступил с еще одним материалом на эту тему, называется «Он довольно дерзко, плати зараза», и суть предложения Мамонтова в следующем, что коль государство, ссылаясь на тот или иной форс-мажор, берет на себя право останавливать ритм работы людей, то оно должно взять на себя и обязательство компенсировать хотя бы 70% всех выпадающих в результате подобных действий доходов. И это предложение начало обсуждаться, в общем-то, уже и на уровне лиц, принимающих решения. Так или иначе, своего рода резюме социально-экономическое из карантина, из поведения людей, из того, каким уроком нас подталкивает вся эта полугодовая история, в сегодняшнем разговоре с Алексеем Мамонтовым. Мне поразил комментарий. Автор трус, потому что вот он не принял на себя храбро, ну, какую-то социальную ответственность, сидеть дома и ни черта не делать. Мне поразила сама логика, потому что можно упрекать автора, но почему это трус? То есть, что происходит в массовом сознании в связи с этим, в гарантии? Я не знаю, о ком идет речь, но одним из таких авторов была моя собственная дочь, старшая. Она мне тоже сказала, мол, если ты такой мурый, то почему бы ты не поволонтерствовать, или кровь сдать, к примеру, или где-то там какую-то помощь оказать. Ну, я при этом насчет крови сомневаюсь, поскольку в свое время я, когда участвовал в боевых действиях в Египте, это был арабо-израильский конфликт, и там все понахватали этих всех, помимо боевых, еще и награды такие, типа гепатит, дизентерия, и поэтому наша кровь как-то сейчас несет в себе гораздо больше вреда, наверное. Вот. Ну, а почему общественно-то? Я думаю, тут все проще объяснять, и я с пониманием совершенно отношусь, потому что есть люди, во-первых, которые либо сами переболели, либо у них близкие переболели, и может быть даже тяжело, с потерями какими-то. Вот. Либо еще другой момент, я думаю, еще больше важный. Ну, если ты сам сидишь и уже себя приговорил, вот, то, конечно, тебе как-то же жмет, когда вдруг кто-то оказывается, что вот он, оказывается, себе позволяет. Тогда у человека невольно возникает, может, я неправильно что-то делаю, может, мне тоже надо было бы как-то там. А он избегает этого, потому что, во-первых, уже потеряно время, прошел месяц, ну, что теперь вот. Так что я нормально к этому абсолютно отношусь, и целью моих высказываний всех было скорее представление некого иного отношения ко всему происходящему, пусть оно будет параллельно другим каким-то там. Я не то чтобы агитировал там, но я как бы пытался все-таки в том числе сказать, что, наверное, ну, это моя личная позиция. Я считаю, что чем ты бурее, так, по-нашему говорить, чем ты вот более открыт навстречу каким-то испытаниям, то ты, как это ни парадоксально, ты как раз и защищеннее становишься против них. Вот как раз хотел об этом спросить, я понимаю, что, может, кого-то мы покажемся оскорбительной, обидной, но я тоже исхожу из того, что из серии сам отношусь к числу людей, которым болеть некогда. И, как ни странно, природа это замечает и болезнями не награждает на протяжении уже 30-ти там с лишним лет. А вот получается, что действительно, может быть, правы те, кто говорят, что ребята в движении, жизнь, да, ну, говорили об этом еще древние римляне, условно говоря, что мы только сажаем свой иммунитет слишком, обороняясь от напасти. У меня иначе не было никогда. Я на самом деле, сколько себя помню, я как-то, что бы ни случалось со мной там, и были тяжелейшие вызовы, что называется, хотя я слово не люблю, но тем не менее, вот я всегда как-то вставал напротив них. Я не ускользал, не уходил. Несмотря на ущерб, который в ряде случаев там и прочее, ну, в театре, например, нас приучили, тот же Белякович, вот, мы создавали, так сказать, это, и это такое было подвижничество. Ну, а мы-то не ощущали это подвижничество, мы нормально, то есть у нас не было вторых составов, да, там, этих дублеров там каких-то. Я бывало, что даже последний раз, вот я два года назад там выходил на сцену, когда, ну, я еще и был занят в спектакле тогда, и это вообще просто, я не мог встать с постели, просто не мог встать. И за два часа до начала спектакля я понимаю, что у меня другого выхода нет. Я просто вот заставил себя сначала сесть на кровать, на диван, потом, передохнув, оделся, передохнув, вышел, сел в машину за руль там, подъехал к театру, посидел, вошел в театр, потом переоделся. Потом у меня там выход спустя там 20 минут после начала спектакля, но я вот клянусь, я даже вот в момент выхода я не мог себе представить, что я сейчас выйду на сцену. Настолько я себя погано чувствовал, несмотря на то, что всем кажется, что я такой человек как бы, ну, живучий. Вот. Я вышел и сыграл, и никто не заметил, я же никому не говорил, и никто не заметил, ни партнеры, ни зрители, все. Самое поразительное, что я на следующий день стал буйно выздоравливать. Это было, ну, это так и было, я со сломанной рукой играл там, у меня когда-то был приступ к почечной колике, там, я выиграл там, и на гастроли вылетал там, ну, такое поколение. А вот если перенести это, так, как символ на, в целом, на общество, на экономику, на бизнес, мы можем провести здесь параллели? Думаю, да, конечно, да. Я убежден, да, любая параллель, потому что бизнес, тем и хорош может быть, тем, что постоянно приходится решать такие вот задачи, проблемы, которые почти форс-мажорные. Я вот считаю, что то, что случилось сейчас с этим, с кризисом, причем он вообще невероятный, такого никогда в истории не было нашей, там, даже не только новейшей, я не припомню глубин, из глубин даже, но так вот, чтобы взять и закрыть всю экономику, там, ну, недобывающую, конечно. Вот, ну, это, довольно, так сказать, дерзко. Вот, и многие понесли громадные потери, не говоря о том, что там отчаяние, особенно в регионах, я проехал по 15 регионам, это гигантский такой, вот, знаете, не только ущерб, даже потери финансовой, но перспектива, как бы, вот, а что дальше там, ну, и опять... То есть руки опустились, грубо говоря? Руки опустились, да? Да, да, я это видел, я ощущал реально. Просто людей... Ну, а вот, если попытаться измерить, вот, ну, я понимаю, прощение, там, сколько процентов опустил с руки, сколько процентов переживают пассивно, сколько говорят, черт возьми, сейчас все равно все выстроит. Ну, тут надо дотоваться нашему народу, конечно, там, вот, это описано многократно, его выживаемость такая. Поэтому в бизнесе, я думаю, процентов 30 уже сложили крылья. Либо готовятся к этому в ближайшее время, там. Если до конца года, значит, ситуация еще ухудшится, а более того, еще и возникнут поводы водительно снова нерабочий режим, то тогда это будет и половина, а может быть и две трети. Вот сейчас ограничения ввели в Китай, правда, в Пекинском районе пока только, да? И мне коллеги сообщили из Тель-Авива, что у них вводится повторный карантин, работа из дома, да? Ну, об этом говорят в Казахстане, по-моему, в Великобритании. Да, в Казахстане, да. Понятно, что сейчас вся Южная Америка – это новый очаг, Индия – это новый очаг, она уже Россию обогнала. Но есть и другое мнение, например, Трамп его озвучил, и оно, в общем-то, для России, наверное, подходит, и Стивен Мнучин, министр финансов США, что, ребята, останавливаться даже в худшей ситуации уже будет нельзя, потому что окажется лекарство страшнее болезни. Я согласен с этим, более того. Я изначально это не видел огромного резона. Я видел только одно оправдание тому, что случилось и всему, что произошло. Оправдание только в одно, что государство обнаружило вдруг, что у него многолетняя недофинансированность медицины, особенно в регионах. Ну да, построили перинатальные центры там современные, все-таки там рожать стало проще, легче там, и это сказалось тут же там. Да, построили какие-то специализированные клиники, возможно, платные, возможно, там не совсем. Но в целом, вот, обслуживание населения, особенно в связи с реформой, ее клянут все, и в регионах в особенности, положение ухудшилось. И государство вдруг обнаружило, что оно беззащитно перед вот этой вот эпидемией, и чтобы хоть как-то подготовиться к самому худшему сценарию, оно вынуждено было ввести. Но это не из-за эпидемии, это перекос. Но ведь это не только российское государство, но и там, где с медициной все в порядке, то же самое делали. Оказалось, что в порядке только в Германии. Да, оказалось, что. Потому что в остальных странах, и в том же числе в Соединенных Штатах, далеко не в порядке оказалось. Но при этом вот катастрофические ситуации в том, что наш бюджет, если не ошибаюсь, 4% на здравоохранение, да? А в Соединенных Штатах, или, может быть, я путаю с ВВП, 15%. Соответственно, при таком соотношении, финансируй, не финансируй, но, может быть, что-то менять в бюджетах, может, не дай бог, на силовиков меньше тратить. Экономили, экономили, да? Какое-то время. И в итоге мы сколько сейчас потратили уже из этого фонда национального благосостояния? Порядка 2,5 триллионов, как минимум. И, возможно, еще предстоят какие-то траты. А я имею в виду не только медицинское, но там еще и покрытие рисков и покрытие ущерба. Значит, возмещение какое-то там для населения и так далее, поддержка его. Это, опять же, связано с тем, что система здравоохранения оказалась не готова. Хотя, при этом, я знаю, об этом уже сообщалось еще год назад. Было совещание там в Минздраве и с участием даже руководителя администрации, по-моему, и президента. Но там говорилось напрямую, по-моему, даже, кстати, об этом и говорили тот же Рошаль, о том, что у нас недофинансировано, мы беззащитны перед будущими какими-то такими вот катаклизмами, пандемиями. Это год назад говорилось. Нет, ничего не было сделано еще до Нового года, еще было полгода. Ничего не было сделано, но зато быстро сделали, как только угроза встала во всю... Я это недаром в статье сравнивал с ситуацией, которая была у нас, значит, накануне войны, там, этой отечественной, там, как раз, поскольку совпало еще и по, значит, годовщине этой. Там ведь тоже армия была недофинансирована, там, вооружение отстало, там, значит, командный состав был очень сильно прорежен, там, этими репрессиями и так далее. Мы не готовы оказались. И потери несли, конечно, в десятикратном размере. Именно не из-за немцев, а из-за собственной турии. Так и тут тоже мы потери понесли не из-за этой пандемии. Я уверен, у меня мать эпидемиолог по особо опасным инфекциям. Она вылетала в районы, там, холеры, там, сибирской язвы, там. Она была специалистом именно по таким вот как раз, которые вообще засекречены там были даже. Но она мне-то еще раз говорила, что главное, это твой иммунитет. Все остальное только либо поможет, либо, так сказать, уже не поможет. Вот и все. А так она была, но мы даже тогда не вводили ничего. Ничего. Там было грамотно все сделано. И она мне тоже рассказывала это все. И я видел это сам. Они блокировали целые города, блокировали целые регионы, где очаг в советские времена. Блокировали очаг. Внутри этого очага никаких послаблений в рабочем режиме не было. То есть, запретов там на передвижение или там работу. А вот, да, въехать и выехать нет. Но тоже только в определенных этих очагах. Это холера была. И это были там сибирская язва, та же у нас в Сибири. И такие вещи, как бы, здесь просто взяли страну. Как будто бы взяли рубильник, выключили. Неважно. Я же проезжал по регионам. Мне было вообще непонятно. В Смоленской области я был один из первых регионов. Десятка-два, по-моему, инфицированных было на тот момент. И из них, по-моему, половина уже даже вылечены. Никаких потерь. Вся стоит область. И в некоторых областях даже гепархии закрыли свои храмы. Что вообще? Ну, это, на мой взгляд, порождение, опять-таки, нашего полуфеодального представления обо всем. Как бы чего не вышло, как бы чего не сказали, как бы нам потом не ответить. И начинается вот такая вот свистопляска. Но это же похоже все-таки на то, что в мире происходит примерно такая же реакция у всех политиков. Я боюсь, что и в мире какая-то вот тут вещь непонятная. Нет, непонятно. Я не вижу особенных различий между теми юрисдикциями, скажем так, условно, странами, где жесточайшие миры приняты и теми, которые были смягчены этими. Ну, с другой стороны, я вот тоже всей душой против карантина, как бы, но опыт Швеции, который не ввела, вроде как показывает, что такие, как мы, неправы, да, что в соседних Финляндии, Норвегии и Дании совершенно другая ситуация, чем в Швеции. В какой-то момент я мониторил все там и сайты официальные там, и меня поразило, что на каком-то этапе, а это произошло буквально спустя две, по-моему, или три недели, точно не скажу, с момента введения СИЗО, так называемого режима самоизоляции. Так вот, значит, спустя две-три недели резко сместилась заболеваемость в сторону тех, которые как раз соблюдал СИЗО. Да, был такой. Я из этого лишний раз сделал вывод, что вот подвергая себя активной жизни, ты вырабатываешь какую-то такую внутреннюю самозащиту. Ты мобилизуешься, концентрируешься там как-то. Причем не обязательно прибегать при этом к каким-то маскам или перчаткам и прочим. Достаточно нормальные, видите, гигиенические меры, мыть руки или так. Еще раз говорю, для меня главной целью было всего этого, это не дури и не бравада какая-то, а попытка, может быть, даже на себе показать, что вот есть и такой способ. Я не знаю, правы или нет, наверное, я так и говорю, ну вы тоже правы, наверное, вам это помогает сидеть дома. Ну, сколько у меня знакомые там заразились, я говорю, а вы соблюдали? Соблюдал. Вот в связи с этим один вопрос, мне кажется, когда вот возникло одно время в соцсетях прям напряжение между теми, кому не нравится карантин и теми, кто соблюдает, и одни упрекали других, ну такой даже вот злость какая-то, да, взаимная. Но у меня возник такой подлинненький, может быть, вопрос, что, ребята, вот если вы госслужащий, вам, наверное, хорошо, да, сидеть дома, зарплата тикает, все окей. А у меня не только зарплата не тикает, и если я посижу дома месяц, то мои сотрудники точно, ну им просто будет нечего есть, и там угроза коронавируса на фоне угрозы голода будет очень слабо. А второй момент, мне же еще надо за офис платить, в отличие от вас, дорогие, условно говоря, софтслужащие, да, и поэтому, когда вы упрекаете, вот, ну мы, говорите, мы такие социально ответственные, поэтому решили не работать. Мне как-то вот здесь кажется лукавство такое. Конечно. Ответственность в том, что ты с радостью пошел не работать. Конечно, это таких много, особенно, кстати говоря, слабый пол, особенно, с особенным восторгом воспринял, ну, я их понимаю, куда-то ездить, краситься, там что-то готовиться, куда-то потом обратно и прочее. И они сидят, некоторые до сих пор сидят, кстати говоря, в банках, например, мне она ближе, это сфера знакома, вот, в банках далеко не все банки вышли из вот этого режима, так называемого, удаленного рабочего места. И все довольны. Вот мне интересно, после этого у эндокринологов работы побольше будет, и проблемы того же ожирения, ну, и вообще сбой эндокринной системы, насколько усилится. Я думаю, да, потому что на самом деле ведь не упражняются железы-то наши, как бы, вот секретов не вырабатывается. Некоторое время была, ходила такая байка, что вот это всплеск рождаемости, там, демографический взрыв. Да нет, конечно, в неволе размножаются очень трудно. И так-то это время такое, как бы, ежедневное, ежевечернее там. А еще и когда ты вообще находишься ежевутренне, там, и постоянно дома, ну, у тебя, как бы, эта вот железа так особо не взрывается. Когда человек все время в каком-то драве, в каком-то вот противостоянии, в нем, наоборот, там, хлещет все, там, вот, мне кажется, выработка мощная идет, там, и серотонина, там, и эндорфина, там, и дофамина, и каких-то, только не в уголь, даже если я говорю про адреналин. Говорят, что числа правят миром. Нет, они только показывают, как правят миром. Иоганн Вольфганг фон Гетте. Биржевые курсы и котировки. Валютный информер. Котировки криптовалют. Инструменты технического анализа. Расписание торговых сессий мировых бирж. Полный экономический календарь. Все сервисы для инвесторов и трейдеров на портале и в мобильном приложении finversia.ru А вот такой момент, который, наверное, многим сегодня приходит в голову, он вроде банальный, и не хочется его как флагом размахивать, но приходится. Ребята, а что происходит, когда 200-250 человек в день добавляется по статистике, мы закрываем, останавливаем страну и объявляем карантин, а сейчас, когда от 6 до 7 тысяч в день, мы все снимаем. Неужели потому что парад, потому что голосование, или потому что болезнь-то, она же не зависит от наших хотелок. Вот я вот этот абсурд не понимаю. Более того, я вижу, как те же якобы социально ответственные, которые сидели сегодня, забили ресторанчики летние, Москва забита, и тогда что происходит? Что происходит? Я думаю, это как раз и объясняется тем, о чем я прежде говорил. Я думаю, что в самом начале даже власть, по крайней мере, медицинская власть, и это много, кстати, и вы знаете, тоже этих точек зрения, или суждений слышал и видел. Профессиональные, искушенные люди, как моя мамка, которой, к сожалению, сейчас нет, которые этим занимались, они-то знают точно, что как раз вот иммунитет, и это единственное, его нужно, и он, если человека, наоборот, выпустить на улицу, выпустить привычный ему режим общения, там, работы, реализации какой-то, там, вот, не тупика, не тормоза, там, когда действительно вокруг еще, мало того, еще это угроза, а еще и угроза потерять рабочее место, там, у предпринимателя вообще, там, вилы, там, десятки, сотни, если не, там, предприятия уже закрылись. Ну, вот, поэтому они-то прекрасно понимали, что это, но они это все делали лукавя, только потому, что не готова система, если бы действительно повально пошли, и так были забиты все, я знаю по врачам, я это тоже смотрел и реально изучал, там, вот, действительно, не покладая рук, они работали. И если бы еще, как бы, их нахлобучить, там, сказать, невозможно, непонятным пока риском от того, чтобы не было введено, то могли быть самые серьезные, а сейчас, а сейчас все наоборот, сейчас, поскольку все готово, госпитали развернуты, там, десятки, там, если не сотни, система пришла, и в более-менее, так сказать, какое-то приемлемое такое состояние, то теперь можно спокойно переключаться именно на иммунитет, то есть сейчас либо открыли этот режим не из-за парада, а потому что понимают, что бороться теперь с этой пандемией можно только выпустив людей, а не наоборот их заперев. И более того, я думаю, что теперь, поскольку все готово, еще будет, наверное, подготовлено, если волна какая-то снова придет, там, в осень, о чем говорят, там, это ли, там, мутация, или там, или даже весной, там, но я вот ставлю, по крайней мере, 80% на то, что не будут больше вводить нерабочий режим, не потому что это ущерб экономике, там, предпринимательству, а это и в том числе усугубляет проблему борьбы с эпидемией, потому что иммунитет напрочь выключается. Сидя дома, иммунитет просто вот в заперти, он по всем признакам начинает падать, он вообще не готов, более того, еще после зимы, когда кругом солнца, а он там, нет, ну, я думаю, это осознание властью той, не то чтобы ошибки, ошибка была самая главная совершенно тогда, когда эта реформа медицинская долбанная, когда недофинансированное здравоохранение, особенно в регионах, там, и абсолютная беспомощность, вот это да, но в итоге все эти средства пришли, правда, быстро очень, и одноразово, а их можно было бы там в течение 10 лет, все это сделать, там, и уже все люди бы пользовались, и не надо было бы вот этого режима вводить нерабочего. Ну, так думаю. Вот если сейчас, спустя некоторое время, попытаться обобщить выводы в отношении действий властей, экономики, регионов, просто людей, какие бы основные вы предложили? Первое, что я и предложил, и озвучил уже, и даже, как бы, мы нашли, как кажется, понимание, даже там вот с Аксаковым на эту тему там поддержал, мы, я, вот, посмотрев на все это, я, самое главное, вот для меня, я понял, что главная проблема не тот ущерб даже, который сейчас понесли, а то, как людей побудить к тому, чтобы они восстанавливали свой бизнес, чтобы эта предпринимательская инициатива, она и так-то еле в условиях монополизации всего и вся, а еще и как вот они, а если, допустим, осенью опять, или весной, там, как просчитывать свои будущие издержки, там, и потери, там, и так далее. Я предложил тогда, и вот, что давайте тогда примем закон, уже не как сейчас делали, там, кто-то выклянчивал через лоббистов каких-то, там, какие-то послабления для себя, там, кредитные, там, или, там, платежи арендные, там, и так далее, там. Нет, надо четко прописать в законе. И если государство приходит, останавливает, у него могут быть еще причины, не только пандемии. Если останавливает деятельность предприятий в связи с какими-то наступившими, там, фатальные какие-то такие вещи, значит, тогда оно берет на себя обязательства, скажем, там, 70%, я так назвал условно цифру, 70% ущерба, который наносится предприятию в виде, допустим, там, недополученной выручки, в виде, там, оплаты труда персонала, который, значит, без работы, в виде арендных платежей, в виде оплаты основного тела долга, там, кривой, по кредиту, там, и процентных займов, то есть, государство должно тогда разделить ответственность. Мне говорят, ну, то это нагрузка на бюджет, тогда это, опять же, от тех же, значит, предприятия, опять же, как бы, пойдет в этот фонд, который будет создаваться страховой такой-то своего рода. Но я в этом случае вижу одно важный момент. Государство будет точно знать, чего оно, чего будет стоить, его вторжение на территорию предпринимательства. Там прописано будет в законе уже, жаль, не Конституции. 70% тогда ты должен, ты уже сразу рассчитываешь, планируешь, ты вводишь меры, значит, нерабочий там режим, это тебе будет стоить столько-то, столько-то, столько-то. Это раз. Второе, этим всем беззащитным, беспомощным предпринимателям не надо будет клянчить, бегать, значит, выпрашивать, значит, доказывать, что его аквед, аквед эти там, скажите, этому виду можно получить, этому нельзя, вот, и доказывать, и даже еще лицемерие, в том числе, лукавство тоже, а вы, ну, вы измените аквед. Ну, то есть, вот это вот, нельзя этого делать. Если вы считаете, что форс-мажор становится фактически уже не форс-мажором, а каким-то системным риском, то тогда давайте тогда обеспечивать, и давайте думать об этом, в конце концов, фунды национального благосостояния, по-видимому, для того и создаются в том числе, и для того, чтобы обеспечить функционирование экономики, а ведь этот, еще и третий момент есть, если все это будет сделано, тогда будет точно знать банкир тоже, что заемные средства, хотя бы отчасти гарантированные, вернутся. И тогда и процента ставка будет иной. Точно будет знать и арендатор, и девелопер тоже, что часть платежей будет заплатить государстве, и тоже будет получать стимул к тому, чтобы продолжать. То же самое население, то ли ритейлеры, они будут знать, что потребительский спрос не будет так падать, потому что будет возмещено персоналу этих предприятий, часть этих ездев. Тут все заработает само по себе, задвигается, а не так вот, как сейчас, ахнулось, потом забегали, потом начали умолять, кто-то просить, кто-то уже не успел, просто сгинул и все. Нельзя так. Вот надо относиться к этому тогда, именно так, системно. Если мы говорим о том, что будут вторая, третья, пятая волны, и неважно какие, а еще какие-нибудь придут волны. В поездке по регионам чувствовалась разница? Я не знаю, в действиях властей, в реакциях людей? Очень чувствуется. Конечно, очень сильное давление центра там, там еще накануне этого всего, там, по-моему, двух или трех губернаторов, точно, отобрали их мандаты, уволили, в связи с, в том числе, видимо, с напряженной эпидемической ситуацией там. Ну вот, и остальные там, кто испугался, кто-то испугал. Но в основном, я видел, пугались те, которые и так неуверенно себя чувствуют. Они думают, ну, перебдим там, мы и так-то ходим под колпаком там, и как бы, вот такие, и это передается. Кстати, даже интересно, что даже в епархиях там разные совсем. Вот и были епархии, где храмы работали, люди посещали церковь, даже в разгар этого всего. А в некоторых просто тотальное закрытие. Вот, я уж не буду называть такие области, чтобы там, как бы, ну, ну, вот, различие действительно было, есть вот в ряде регионов, где такие, как бы, власти достаточно уверенностью ощущает, она современная, она умеет взвешивать сама какие-то риски там, вот, а не оглядываясь на центр-то, который ему там, вот. Там, да, там были больше послаблений, во-вторых, больше, более быстрый режим выхода. А в тех, которые власть такая вот кондовая, что называется, упертая и в основном, видимо, так сказать, ощущает свою позицию более-менее, и только из-за близости там каким-то там институтам или там персонам, там, там, конечно, жесточайше завинчивалось. Я проехал 15 регионов. Ну, вернее, так, в Калининградскую область я летал, и в Краснодаре, это были рейсы. Но, во-первых, никаких проблем не было при перемещениях между регионами, при том, что я москвич. Потом я ездил по всем остальным регионах на своем автомобиле с московскими номерами. Из-за чего, по сути, самого главного очага распространения эпидемии, потому что Москва, это понятно, не было ни одного случая, чтобы меня не только там завернули, но даже, чтобы проверили документы, даже на машину там. Однажды спросили там, а зачем там вы едете там? Я говорю, ну, у меня командировка, я хотел бы осмотреть там. Ну, проезжать, даже не надо было бы ничего показывать. В одном месте попросили паспорт показать. Показал паспорт, честь отдали, и все. Вот это что такое? Это вот называется карантин? Это вот что? Вот я не понимаю вот тогда, для чего. Или там в Краснодаре, ну, на выходе из аэропорта какие-то люди записали меня, значит, там, зачем прибыли? Я говорю, по делам. Ну, хорошо. Ну, вы знаете, что вам придется самоизолироваться на две недели? Я говорю, да, я знаю. Вот. Мы вот проверим там. Проверка заключалась в том, что мне через там несколько дней позвонили на мобильный, спросили, вы соблюдаете? Я говорю, да, да. Сижу, соблюдаю, прям никуда не хожу. В это время я уже был в Крыму. Так что это ни к чему. Вот это вот наше российское такое. Как там говорится, законы российские суровы, но их тяжесть, как бы, она смягчается их фиговым исполнением. Мне показалось, что власть, сказав, так, сидите дома, не выходите на улицу, не ходите на работу и так далее, она получила такой социальный эффект, как бы, испытать собственный авторитет. И, по-первых, это мощно сработало. Но, возможно, те, кто сегодня во власти, в отличие от меня, не изучали курс социальной психологии, что, Серей, не пережми, потому что потом будет ответная реакция, что, ну, как в известной притче про мальчика, волки-волки кричавшие. Вот не получилось ли у нас этого? Получилось. Я это тоже, кстати, в статье писал об этом и говорил об этом всюду, что напряжение растет. И это скажется уже в ближайшее время на электоральном этом всем процессе. То есть, вот, не электоральном, но принятие поправок, я тогда же предупреждал, что это вызовет очень серьезную оппозицию, потому что люди не понимают эти, особенно в регионах, не понимают того, что происходит. Они не видят угрозы, реальные угрозы, кроме того, что там ездит по всем, по городу какая-то машина и гундит там свой рупор о том, что граждане, граждане, оставайтесь дома. При том, что в полумиллионном городе там 15 человек больны. Можно себе представить такого? У нас от СПИДа в 10 раз больше помирает в год, чем от этого тоже вирусная инфекция, кстати. Просто передается гораздо тяжелее там. Но интереснее. Но интереснее передается, да. Так вот, напряженность, она, безусловно, выросла и будет расти еще, несмотря на эти подачки, на эту поддержку. Я тогда же говорил, что власть, очевидно, будет стремиться провести голосование где-нибудь в середине лета, потому что чем дальше, тем ситуация будет все хуже и хуже. для нее. Уже к концу лета, а осенью тем более, когда будет сказываться еще летом более или менее благоприятная внешняя такая среда. Можно и на дачах, и на огородах и так далее. Ну, к осени, конечно, и там проводить такое голосование. Я думаю, если сейчас вот там высказалось 70-80 процентов, 70, то и 30 где-то, а в некоторых регионах даже больше, то там было бы, я думаю, вдвое больше бы такого выраженного явно против мнения. И не потому, что Путин там, и не потому, что обнуление. Абсолютно не поэтому. А просто потому, что доверие к разумности власти, к рациональности ее, к ее способности принимать взвешенные решения, учитывать специфику регионов, специфику обстановки, а не действовать вот так вот в режиме там сирены там. Включил ее тут и всех загнал куда-то. Ну, это другой момент. Люди, опять же, все-таки прежде ощущали себя хотя бы какими-то активными участниками своей жизни, хотя бы своей. А здесь вторжение в личную жизнь. Мне, например, разозлило еще в том числе изначально. 65 плюс, типа, вообще сидите дома. Не приведи бог вам куда-то выйти. Твою мать, 65 плюс. А тебе сколько лет? Господин-то хороший. Я имею в виду, который принимает такие решения и говорит нам, дорогие мои старики. Ну, тогда давайте мы тогда и будем тогда из этого исходить. Ну, в общем, да. Тут у моих родителей тоже вопрос. Матерь 80, она работает, ее как бы чуть-чуть не лишили права на работу. Да это убили стариков, я же и понимаю. Потому что старики, которые себя уже ощущают, как бы, типа, в зоне какой-то риска, у них автоматически подникает ослабление этого иммунитета. Они не готовы, они уже в страхе. Страх, страх, паника – это самый главный убийца иммунитета, а, соответственно, и человек. Вот, кстати, я не понял насчет стариков. В свое время тоже в фейкбуке писал, что меня возмущает человеческая идеология, когда обратились к молодым, не посещайте, пожалуйста, своих родителей, да. А потом я еду на машине и вижу, значит, рекламу – помоги, стань волонтером. И там фотография такая с счастливой бабушкой, какие-то молодые люди, волонтеры к ней пришли. И у меня возникает вопрос, а где логика? То есть, мне говорят, к маме не езди, но ты будешь молодец, если пойдешь к волонтеров и к чужой маме приедешь. Вот где-то, видимо, со своей мамой это риск инфекции, а с чужой все нормально. Вот где она, эта логика? Я на самом деле думаю, знаете, в какой-то момент возникла такая мысль, дурацкая совершенно, что, конечно, в этом, безусловно, нет некой, так сказать, некой энспирологии, но невольно, как бы, соблазн это возникает. Вот оказалось, что нас всех легко превратить в рыбий косяк. То есть, буквально всех загнать довольно быстро, просто и, в общем-то, без особых объяснений. Някие модели поведения. Да, и как бы, при этом почти все согласились. Тех, которые как раз вот сопротивлялись бы этому, они оказались в диком меньшинстве. Это было очевидно по пустынным улицам Москвы. Я же, когда я не ездил, я все время ходил по Москве. Я ходил в офис, я работал. Для меня это болдинская осень была. Я никогда столько не писал рассказок всяких, эссе, стихосложений каких-то, статей всяких, как в этот период, потому что у меня просто клокотал во мне этот драйв такой. В том числе и из-за этих поездок. И я видел, что кругом все пустыня. И это, конечно, хорошо, это необычно, но я при этом думал, боже мой, оказывается, нас всех уже, по сути, как это, ну, зомбировали, что ли, там. Ну, теперь возникнет еще какая-то новая опасность. А может и не возникнет, а придумают какую-то опасность. И бац, всех опять куда-то. Теперь уже все, уже где-то отработаны алгоритмы. Они на уровне, значит, высшей власти, на уровне городской власти. Там мэрия, там, совершенно спокойно уже принимает решение, которое ограничивает права и свободы. Совершенно спокойно. А дальше больше будет, тогда, может быть, какой-нибудь там еще. Вот мне тоже не понравилось. Мне кажется, мэр это все-таки что-то типа управдома. И он не может тут давать мне так называемые указы мэра. Мне вообще вот эта конструкция непонятна. Мне мэр не указ. В общем, да, он управдом. Управдом просто большого дома, где я живу. Я гражданин России, а не Москвы, чтобы подчиняться мэра. У него еще вид все время был испуганный. Я не знаю теперь, в чем был этот его страх. А потому что он, наверное, как раз, когда все тряслось, он понял, какую безмерную ошибку они совершили, реформируя здравоохранение в Москве. Я имею в виду здравоохранение общее. Вот это вот так страховую, так называемую, медицину. Не та, которая, там, сказать, клиники, там, перинатальные центры и так далее, там. А именно вот для всех. Они ее практически убили. Я это сам убеждать. Я же пользуюсь услугами. Слава богу. И я видел, что это просто, об этом же даже фильм «Аритмия» тоже именно об этом. Но вот это все убито. И когда они поняли, что они все это убили, теперь она не гипотетически там, не в дискуссиях, а поняли вот тут вот. И тогда у него вот такие глаза от страха стали. И он тогда легко конвертировал этот страх в чрезвычайные меры, которые, то есть ты виноват, а мы теперь должны за тебя еще и вот это расхлебывать. Я убежден, что это именно расхлебывание. Потому что убита городская... У него много, я сейчас не огульно, у него много достижений. Я убежден, Москва, игрушка стала в его, так сказать, каденцию. Но то, что в здравоохранении и в образовании творится, и в Москве, и в России, это полный, конечно, это апокалипсис. И в образовании, и в здравоохранении. И жаль, что у нас нет никакого вируса, который бы позволил бы точно так же вдруг поднять наше образование, как сейчас вот поднимается здравоохранение. К сожалению, вирус может быть только один, когда окажется, что нам просто некого учить в вузах, допустим, там. Или некому там, допустим, становиться к пультам наших ракет средней дальности, когда все дебилизируются окончательно. И последний вопрос, который невозможно обойти, говоря о ситуации с вирусом, да? Хотя я далек от него, но так край муха долетает. Значит, сейчас сначала фабула. Вот, значит, Михалков стал знаменем людей, которые говорят, что Билл Гейтс подлый придумал специальный чип. И Грефа нанял в подручные дьявола, значит, чтобы этот чип нам всем подлинненько внедрить. И этот чип махом, значит, разрушает скрепы, сразу обращает православных каких-нибудь анабаптистов, да? И вообще страшное дело делает с населением. Вот вся эта история про чипизации, про вселенский заговор, про Гейтса, про какой-то... Они, по-моему, там огрызаются друг на друга, да, Михалков с Грефом? Вот ваше ощущение от всей этой истории? Ну, я глубоко убежден в том, что то, что невозможно остановить, это добро. А вот то, что возможно остановить, вот это еще можно, так сказать, как бы там обсуждать, добро это или зло. Вот чипизация там и вообще внедрение современнейших, новейших информационных технологий там и удаленных систем там и прочее там. Это остановить невозможно. А раз это невозможно, то это и есть продукт нормальной человеческой эволюции. И, соответственно, это добро. А там, где действительно либо возможно дискуссии, возможно остановить, или даже видеться, что это потом пройдет само, что тоже бывает такое, и с человечеством. То это вполне. Но вот то, о чем мы говорим, о технологиях и прочее, я не знаю, в каком режиме там идет этот диспут, но еще раз говорю, когда... Ну, там это волосы друг другу рвут. Когда люди борются против того, чего нельзя изменить, это выглядит смехотворным. Это сразу становится такими, какими-то... Это непродуктивно, это порочно и это бессмысленно. То есть сейчас мы понизим градус вашей популярности среди людей. То есть вы хотите сказать, что Греф не подручный дьявола? Нет, я думаю, что он никакой не подручный. Он человек очень прагматичный, зациклен даже или заточенный на внедрении новых и новых технологий. Он может быть адептом, ничего особенного. Каждый из нас может быть приверженцем какой-то веры. Его вера, да, вера вот в такие как бы стандарты, алгоритмы там и новые какие-то системы, технологии. Ничего особенного в этом страхного нет. У каждого из нас бог знает чего, только нет. Но ему удается, по крайней мере, доказывать эффективность какой-то степени работы, структуры. Но с другой стороны, мне раньше Греф был намного симпатичнее, чем Михалков. Но действительно, вот у меня, как у человека, вот эти подходы к Грефу, которые при этом, похоже, уже почти не скрывались, подразумевают, что есть некая элита. И почему-то это элиты именно на государственных областных местах. И есть некая масса, которую надо управлять. Вот они начали вызывать тоже тошнотворный эффект. И я не готов быть поклонником Михалкова, но я как бы, по крайней мере, начал больше понимать, что все неоднозначно. Это другая тема, но ты абсолютно прав. Это тема, ты правильно точно, кстати, ее отметил, потому что это тема вот этой эволюции сознания людей, которые приходят в государственные структуры или квази-государственные, или на госслужбу. У них сознание неминуемо изменяется, неминуемо. Либо они вообще вытолкнутся ее оттуда. И у него это наблюдаю тоже. Если прежде он действительно был, прежде всего, технологией и все, то теперь вот то, что происходит, там вот эти вот тарифы, там новые были, именно после того, как продан был банк, хотя бы раньше был квази-государственный, теперь просто государственный банк, проданный как бы правительству. Но вот эта ломка сознания, она на глазах происходит. Я это вижу. Я вот, например, с Костяным учился в одной группе, да? Привет, Андрюха. И его помню еще разовощеким студентом там. Но вот эволюция, которую он прошел, это эволюция человека не взрослеющего, а взрослеющего в среде такой вот, как бы, ну, патерналистской. Я не знаю, как смягчить эту фразу там. Ну вот в государственных структурах. Это совсем другое. И это сразу видно. Вот и во многих вещах, во многих там и прямо, и косвенно, и как угодно. Я это тоже стал замечать. Вот у Грефа это стало все чаще проскальзывать. Некое такое высокомерие, спесь по отношению там каким-то там ко всему, что не такое огромное, как его собственная такая там структура. Это и у Костина тоже видно. Это видно у всех банков, которые сейчас между собой делят это пространство. А этот передел еще не закончен. Это там, слава богу, я думаю, в ближайшие там год-два, когда еще снимут эти вот послабления для банка, введенные там регулятором, там, конечно, хлынет там поток слияний, там поглощение и прочее. Вот эти олимпионики, они как бы и будут вершить судьями. Это противно, погано, я это наблюдаю. И, кстати, в этих статьях своих, в том числе, говорил одно из последствий этой пандемии и вот этой борьбы как бы с ней, будет как раз дальнейшая интенсификация, дальнейшая процесса и монополизации. Причем в таких отраслях, где раньше ее не было, через вот эти макетплейсы, через экосистемы, они будут распространяться и дальше, и дальше. То есть монополизация и о государствлении экономики. Это, знаете, как, мне один приятель сказал, один из руководителей крупнейшего банка, скажем так, условно, в десятки, частный коммерческий банк, не мне, а в узком кругу он сказал, Сбербанк это раковая опухоль на теле банковской системы страны. Он не имел в виду, естественно, как бы сам институт Сбербанка, как вот юридическое лицо, а как явление, которое, и оно вот сейчас, оно и происходит. Особенно вот, когда эти экосистемы во всем, кстати, Греф тоже адепты этого всего, и Греф, и Костин, кстати, сейчас эта экосистема создает теперь уже даже и не банки, а крупные компании, как вот Роснефть там, вот. Но эти тоже не сказываются на развитии. Развития-то нет. Ну вот приобрел ВТБ-магнит. Тут все сразу стало понятно. Вот, и то же самое происходит... Ну да, переключение денежного потока есть, а изменений не для ВТБ, не для магниты. А изменений в качестве продукта нет. И компания сама по себе, так скажем, я думаю, там ее оплакивает уже предыдущий ее создатель, вернее ее создатель, предыдущий владелец там. Вот, так что это очень, это погано. Еще и поэтому я вот против таких вот мер, если возвращаться к пандемии, потому что негативный эффект от них оказался, на мой взгляд, в разы больше, чем позитивный. В разы больше. Именно потому что, кстати говоря, именно у нас нельзя было это вводить. Потому что это моментально дало импульс, с одной стороны, вот этим тенденциям, о которых я говорил, а с другой стороны, наоборот, загасило. Даже какие-то слабые, но какие-то все-таки предпринимательские какие-то вот эти импульсы или инициативы там, оно и окончательно их губит просто на корню. У нас же сейчас все стремятся уйти же куда-нибудь в молодежь, даже не в предпринимательство. В лучшем случае виртуальное пространство там вот как-нибудь, а в худшем идут на госслужбу, в госкомпании или в госинституты, госакадемии и так далее. Это очень тревожно, потому что мы проигрываем битву тем экономикам и юрисдикциям, в которых Илон и Маски будут появляться гораздо чаще, чем у нас, и чувствовать себя гораздо свободнее, чем у нас. Я думаю, это самая важная потеря и ущерб для страны. Финверсия ТВ и МКварта представляют Янард, Петр Пушкарев, Александр Ялин. В серии интерактивных вебинаров Активные инвестиции. Сценарии и практика доходных решений. Если вы хотите иметь самостоятельную активную позицию в планировании инвестиций, выработать собственную стратегию управления и контроля инвестиционного портфеля, эффективно реагировать на ситуацию на рынках в период кризисных явлений, грамотно и эффективно использовать доступные инструменты, то примите участие в этом уникальном проекте, объединившем знания и опыт трех известных финансовых экспертов и практикующих частных инвесторов. В течение трех недель в серии из шести двухчасовых интерактивных вебинаров спикерами будут рассмотрены Основные принципы активных инвестиций – распределение капитала, методы анализа, доступные инструменты в соотношении доходности и риска, отдельные инвестиционные стратегии и решения, сценарии развития ситуации на рынках на втором полугодии 2020 и в начале 2021 годов. В ходе вебинаров значительное место будет уделено практическим примерам инвестирования и ведению спикерами собственных инвестиционных портфелей. Принять участие в серии интерактивных вебинаров и задать вопросы спикерам можно пройдя по ссылке, расположенной под видео. Субтитры создавал DimaTorzok